Очень приятно видеть вас всех в таком огромном количестве. Наверное, раза в три больше, чем на нашем первом событии. Особенно классно, что ребята, которые пришли в качестве слушателей на наш первый митап, они вышли на связь и пожелали участвовать в нашей конференции, сказали, что им есть, что рассказать. Это очень круто, потому что именно для этого мы организовывали наше сообщество, чтобы встречаться, обмениваться знаниями и учиться выступать. Также мы очень рады приветствовать наших друзей из Москвы. Привет, Михаил. Спасибо, что приехал. Михаил Матросов из московской компании Line Technology расскажет нам о повседневном C++, о том, как писать качественные программы на C++. И второй у нас московский гость Антон Бикинеев. Привет, Антон. Спасибо, что приехал. Антон расскажет нам о библиотеке HPX. В общем-то вот так. Я знаю, что многие ребята не смогли приехать, потому что сейчас проходит Linux-овка LVE. Так что на следующем ивенте мы ожидаем новых докладов про Linux, посвященных разработке под Linux. И, в общем-то, аудитория станет еще больше. Пару слов благодарности нашим партнерам и спонсорам. Наш генеральный партнер – компания Logic Now. Именно благодаря ей конференция состоялась именно в таком формате, в таком виде. В конце конференции мы разыграем несколько лицензий на бэкап-продукт, Max Backup от компании Logic Now. Также от компании Logic Now будут разыграны две замечательные книги. Новая совершенно. Одна из книг C++ 11 от Бьярна Строуструпа. Вторая книга Скотта Майерса, не менее замечательная. Эффектив модерн C++ 11 и 14. Так что дерзайте, задавайте вопросы. Лучший вопрос в каждой секции получит вот по такой книге. Тот человек, который задаст лучший вопрос. Вот эта книга в первой секции, вот эта книга во второй. Она немножко тоньше. Там докладов меньше, следовательно, вероятность получить книгу больше. Не обделяйте вниманием вторую секцию. Там тоже очень интересные доклады. Что у нас еще интересного будет? Спасибо нашему спонсору и партнеру компании JetBrains. Кстати, кто знает, где находится основной офис разработки компании JetBrains? Не знаете? В Питере. Это наши ребята. Кто-нибудь знает, где разрабатывается такой инструмент статического анализатора кода PWS Studio? Тули. Круто, да? В общем, компания JetBrains предоставила нам 5 лицензий на свои C++ продукты. Это ReShopper++, APP Code и C-Line, которые мы тоже разыграем в конце конференции. Среди участников. Так что не забывайте заполнять лотерейные билетики и оставлять их на ресепшене. 26-27 февраля в Питере пройдет конференция C++ Россия 2016. Это большой двухдневный ивент. Там будет три параллельных потока. Часовые серьезные доклады. Очень серьезный ивент. Спикеры от Microsoft. Кстати, Михаил там будет выступать. И от нашего сообщества также трое ребят будут выступать. Там ваш покорный слуга Юрий Ефимычев и Антон Семенченко. Так что присоединяйтесь к нашему движению. Давайте показывать, что мы умеем не только здесь, но и в России, матушке. И наши партнеры, организаторы этой конференции C++ Россия предоставили нам 5 бесплатных билетов, которые мы тоже разыграем в конце конференции. Ну вот и все. Не переключайтесь. Скоро мы начинаем. И сейчас здесь первый поток. И второй поток вот там еще на помещении. И пару слов от спонсора и партнера компании Logic Now. Доброе утро. В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех собравшихся. Несмотря на то, что конференция бесплатная, инвестиция своего выходного дня – это очень серьезно и очень радует видеть, что так много людей готовы развиваться и слушать интересные доклады. Я бы также хотел поблагодарить Space за то, что они помогли нам организовать конференцию. И, естественно, я бы хотел поблагодарить докладчиков. Это люди, которые хотят делиться знаниями, у которых есть что рассказать. И хотел бы сказать им спасибо за то, что они помогают нашим разработчикам у нас в стране развиваться. Давайте поаплодируем. Ну, в общем-то, не уходя со сцены, начну рассказывать про свой доклад. Мой доклад будет посвящен сбору и анализу дамп-файлов. Мы посмотрим на то, что такое дамп-файл, что он из себя представляет, зачем он нужен, как эти дампы собирать и в какие моменты, как их анализировать и как из всего этого составить автоматическую систему, которая нам будет помогать в контроле качества нашего ПВО на разных этапах. И на этапе тестирования в лаборатории, на этапе разработки, и на этапе, где, казалось бы, уже контроль не очень возможен. Это этап, собственно, когда приложение уже задеплоено на компьютерах кастмеров. Сейчас я работаю в компании LogicNow, мы разрабатываем бэкап-продукт Max Backup. И мое прошлое место работы – это компания Microsoft. Я участвовал в разработке такого продукта, как Hyper-V, виртуальных машин от Microsoft. Вы знаете, одна из первых вещей, которая меня отразила в Microsoft, это качественно более высокий уровень разработчиков в таких навыках, как различная верификация ПО и отладка. То есть такие навыки, как работа со статическими анализаторами кода, работа с различными рантайм-валидаторами, такими как Application Verifier, Driver Verifier и прочими. Такие техники, как Time Travel Debugging, удаленная отладка, Kernel Debugging, анализ дамп-файлов и так далее, и так далее. Разработка собственных плагинов для дебаггера. То есть такой скилл, как отладка, он считается очень важным. Там проводятся многодневные тренинги, туда инвестируются огромные ресурсы. И, в общем-то, мой доклад сегодняшний, он вырос во многом из того, что я вынес из работы в Microsoft. И первая мысль, которую бы хотелось уложить в сознание, следующая. Конечно же, мы стремимся писать идеальный код. Мы все стремимся к идеалу, не оставляем себе права на ошибку, но, однако, как бы идеально мы не программировали, к сожалению, будут случаться вещи, которые мы не предусмотрели. Так устроен мир. Емкость нашего сознания такая, достаточно небольшая. А богатство реального мира и богатство инвайрментов, на которых запускаются программы, гораздо больше, чем то, чем мы обладаем в тестовых лабораториях и на своих разработческих машинах. Поэтому надо принять то, что иногда наши программы будут вести себя не так, как мы ожидали. Иногда будут происходить отклонения. О каких отклонениях мы будем говорить? В первую очередь это крэши, это падения. Кто-нибудь видел такое окошко? Регулярно, да? А кто-нибудь запрогивал такое окошко? Признавайтесь. Я запрогивал. Больше никто? Это крэш. То есть программа выполнила недопустимую операцию. Она либо обратилась по несуществующей памяти, либо это переполнение стека, либо это какая-то недопустимая инструкция процессора. Ну, что-то, что не позволяет программе выполняться дальше. Ну, это самая критичная проблема. Она будет центральной в нашем докладе, но не будем останавливаться только на ней. Будем говорить также о других отклонениях. Зависание. Вот такое зависание. Видно, показывает такое окошко, когда программа не отвечает на запросы операционной системы. Ну, это зачастую либо дедлог, либо какое-то другого рода промораживание, либо из нашего опыта очень часто бывает, когда антивирус какой-нибудь или подобный софт вмешивается в нормальную работу программы и блокирует определенную операцию, и наша программа не ожидает того, что кто-то вмешивается в ее работу. И третий тип отклонений – это различные выедания ресурсов, таких как процессор, память, диск, сеть и так далее, и так далее. Ну, на самом деле отклонений может быть гораздо больше. Это все остается на совести разработчика, на совести или на выборе разработчика. И это зависит от того, в какой предметной области ваше приложение находится. Вы знаете, когда мы говорим о разработке именно серьезного ПО, не Hello World, а какой-то достаточно сложной программы, которая запускается на достаточно большом количестве конечных машин, ну, это сотни тысяч, миллионы, то в больших числах начинает происходить все, что угодно. Любая самая маленькая вероятность, там, десятая доля процента, она выстрелит. Вот, то есть вот в этой толпе по-любому кто-то закрешился, кто-то завис, кому-то наступили на ногу. То есть в больших числах будут происходить эти самые отклонения. Каковы же причины таких отклонений? Ну, из нашего опыта наиболее распространенной являются ошибки разработчиков. То есть сначала, когда вы видите какой-то косяк, первым делом стоит посмотреть и найти бревно в своем глазу. Только убедившись, что бревна в своем глазу нету, можно двигаться дальше. Далее. Следующая причина – это проблема интеграции со сторонними библиотеками. В мире C++ не все так гладко, как, например, в C-sharp, в Java и так далее. И если мы говорим о разработке какого-то достаточно крупного приложения, то нам обычно нужно, ну, не знаю, от 10 до 15 каких-то сторонних библиотек. Это может быть Boost, это может быть Curl, это библиотека компрессий, какой-нибудь Zlib, шифрование, хеширование. Ну, уже вот насчиталось там штук шесть. И когда мы все это связываем в единый модуль, то возникают нюансы, скажем так. Какая-то библиотека была написана на чистом C, и она, например, не умеет работать с исключениями. Где-то Legacy Code и так далее. Самые разные проблемы интеграции. Ну, на самом деле это тоже ошибки разработчиков, только немножко другого плана, либо других разработчиков. И третья причина — это разнообразие инвармента. Сюда входит как разнообразие операционных систем, железа, драйверов и всего софта, который установлен на нашей машине. Ну, даже если мы будем говорить про разнообразие операционных систем, то, например, Windows, ну, это не просто Windows, это Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10. Ну, это вот уже насчиталось тут такое большое разнообразие. Почему-то вот из нашего опыта, из опыта нашей техподдержки, разработки, большинство проблем происходит на такой операционной системе, как Windows Small Business Server. Не знаю, с чем это связано, но когда мы слышим Small Business Server, у нас сразу хочется сделать вот так. Ну, такой немножко инсайд. Окей. То есть мы приняли то, что наша программа иногда ведет себя не так, как мы ожидали. Как же разобраться в проблеме? Как понять, что в ней не так? Кажется, что все так сложно, как на атомной станции, но все на самом деле гораздо проще в нашем домене. И ответом будет снять дамп памяти. Снять дамп памяти из приложения в тот момент, когда оно испытывает определенные трудности. То есть это может быть момент падения этого приложения. То есть непосредственно перед падением можно снять дамп. Можно снять дамп с зависшего приложения. То есть тот факт, что оно зависло, не мешает нам снять дамп. и в любой момент его жизнедеятельности. При этом принципиально, что на жизнедеятельность приложения это практически не повлияет. То есть приложение будет, грубо говоря, приморожено на какое-то небольшое время от миллисекунд до секунд и потом продолжит свою работу. А мы снимем дамп и сможем проанализировать то, что происходит внутри. Дамп-файл — это просто слепок памяти процесса. Либо части этой памяти, либо всей памяти. Ну, с какой-то, естественно, служебной информацией. Важно то, что причина проблемы может быть практически всегда найдена в этом дамп-файле. То есть это очень важная, очень ценная информация. И мы будем использовать сам факт того, что дамп мы получили, что он есть, что он был снят, как сигнал того, что какой-то показатель вышел из нормы. Пару слов о типах дампов. Ну, самые распространенные, те, которыми будем оперировать мы в основном, это мини-дампы. Мини-дамп — это небольшой кусочек памяти, в основном относящийся к стекам потоков, и информация о дескрипторах. Обычно такой дамп занимает примерно от сотен килобайт до нескольких мегабайт. То есть они очень пригодны для того, чтобы пересылать их по интернету. Их можно даже затачить в письмо, присылать там разработчику. То есть такой отличный компромисс, который там в 99% случаев нас спасает. Также есть такой тип, как полные дампы. Полные дампы включают в себя все, что есть в мини-дампе, плюс виртуальную память процесса. Если мы хотим разобраться, посмотреть какие-то объекты, которые хранятся в куче, то в мини-дампе мы их не увидим, в полном дампе они будут. Но на практике достаточно редко приходится встречаться с полными дампами. Только если какая-то очень сложная ситуация. Ну и для полноты картины дамп операционной системы или kernel-дамп немножко за рамками находится, но в принципе работает по той же технологии. И когда операционная система понимает, что она не может дальше функционировать, потому что дальше функционировать небезопасно, она вызывает такую функцию, как bugcheckX. Это просто API-функция, которая делает несколько вещей. Она рисует вот этот синий экран смерти, она скидывает память операционной системы на диск, ну и дальше в зависимости от настроек либо перезагружает машину, ну либо ждет инпута. То есть это осознанный выбор операционной системы. То, что дальше работать небезопасно. Синий экран смерти эта система решила сама. Окей, с kernel-дампами проехали. Как же снять дамп процесса? Ну на самом деле для того, чтобы его снять, нам нужен некий другой сторонний процесс. В принципе, дамп снять можно и изнутри самого процесса, но это немножко нецелевое использование тех API, которыми мы пользуемся. То есть нужен некий сторонний процесс-наблюдатель, который будет контролировать то, что происходит с его подопечным. Ну вот примерно такая ситуация. То есть есть суперприложение, которое занимается непосредственно работой предметной области. И есть некий контроллер, который отвечает за то, что его подопечный существует, что он функционирует нормально, что все показатели в норме, перезапускает, если, например, происходит падение или выход этого процесса. И также нагружаем его такой ответственностью, как снятие дампов в те моменты, когда подопечный ведет себя не так, как надо. Ну если говорить, например, вот про наш бэкапный solution, то когда мы инсталируем бэкапного агента в операционной системе Windows, мы регистрируем просто сервис Windows, который является вот этим контроллер-процессом. И вот этот сервис, он контролирует свой дочерний процесс, который делает непосредственно бэкапы. И чем это лучше? Тем, что контроллер-процесс – это принципиально более простой софт, чем воркер-процесс. Ну, потому что у него гораздо меньше обязанностей. Поэтому вероятность того, что закрешится контроллер-процесс, она есть, но она драматически меньше, чем для приложения предметной области. Поэтому такая связка очень стабильна. Для того, чтобы снять дамп, нам не обязательно писать новое приложение. Можно воспользоваться, например, таск-менеджером, который входит в операционную систему Windows. Пользовались? Пользовались? А дампы снимали? О! Круто! Также следующее приложение – Process Explorer из набора утилит Sysinternals от Microsoft. Он умеет снимать как полные, так и мини-дампы, чем принципиально отличается от таск-менеджера. И прост-дамп тоже из набора утилит Sysinternals. Это утилита командной строки. Наверное, самая мощная утилита по работе с дамп-файлами. Поэтому остановимся на ней более подробно. На том, что она умеет. Но она умеет много чего. Здесь перечислю ее опции, которые нам помогут в трэблшутинге. С – это CPU. То есть мы можем указать какой-то предел, например, 30%, и мы не хотим, чтобы наше приложение кушало больше 30% процессора. И прост-дамп может снять дамп в этот момент, когда приложение превышает порог 30%. Минус Е. Мы можем написать дамп, когда в процессе возникает неотловленное исключение. Минус Т. Запись дампа, когда процесс выходит. То есть либо он выходит нормально, обычным образом, либо он крышится. Минус H. Это записать дамп, если у процесса обнаружено зависшее окно. Минус M. Это лимит по памяти. То есть если процесс выжирает больше определенного числа, там, не знаю, 200 мегабайт, то проц-дамп может снять дамп, мини-дамп, например, чтобы не занимать эти 200 мегабайт. И потом мы, глядя в этот дамп, можем понять или не понять, как нам повезет, насколько мы владеем техниками, почему так много памяти было скушено. Минус P. Это тоже ожидание события, когда определенный перформанс-каунтер превысит или принизит, короче, перейдет выше или ниже определенного предела. Перформанс-каунтеры — это такая встроенная Windows-система, которая предоставляет в реальном времени набор определенных показателей о жизнедеятельности системы или жизнедеятельности всех процессов. То есть мы можем, например, взять в перформанс-каунтер такое количество байт, записанных на диск процессом, или количество байт, вычитанных из сети, посланных в сеть, количество там файловых дескрипторов. То есть очень гибкая, очень мощная вещь. И расширенные опции прост-дамп, чтобы составить полную картину. То есть можно ожидать процесса, когда он стартанет, если его нет в момент запуска. Можно задать интервал, после которого, то есть событие наступило, прошел интервал, тогда мы сняли дамп. Ну, тоже для гибкой, тонкой инстировки с липами, так называемая техника. Можно писать дампы сериями. То есть удобно, когда мы отлаживаем выедание памяти. То есть наступает какой-то момент, и процесс начинает неконтролируемо поедать память. И в этом случае зачастую одного дампа недостаточно, потому что, ну, чтобы точно понять, нужна вероятность того, что мы попадем именно на локацию. На локацию того, кто эту память кушает. А если мы запишем там 10-20 дампов, то вероятность эту мы сильно повысим. MA – это опция для записи полного дампа. Минус R – это дамп использования, скажем так, такой техники, как рефлекшн или запись дампа с помощью клона процесса. Зачем это может быть нужно? Если у нас есть какой-нибудь процесс, не знаю, сервер, exchange-сервер, например, который принимает письма, отправляет письма, и мы не можем допустить большого даунтайма этого процесса. Понятно, что если он кушает, например, там 16 мегабайт, 16 гигабайт памяти, то запись полного дампа его на диск займет существенное время. И это даунтайм. Даунтайма мы не хотим. Можем применить эту опцию R, и тогда будет создан клон процесса. И с помощью технологии copy-on-write мы сможем достаточно, не вмешиваясь в работу основного процесса, сделать дамп, полный дамп. И опция минус и – это заинсталлировать прост-дамп как так называемый пост-мортен-дебаггер. Это то приложение, которое конфигурируется в Windows, и оно запускается при крэше других приложений. Ну, то есть, вот видели, когда иногда студия предлагает отладить приложение, которое закрэшилось. Вот это пост-мортен-дебаггер. Как же пользоваться прост-дампом? Ну, вот есть наше суперприложение рабочее, и мы начинаем обвешивать его такими датчиками. Вот говорим, чтобы приложение не падало, прост-дамп минус т. Говорим, чтобы приложение не ело больше 30% процессора, чтобы приложение не было зависших окон, чтобы приложение не ело более 300 мегабайт оперативной памяти. И, например, вот работа с перформанс-каунтерами, то есть handle count вот этого нашего суперприложения, процесса superup, он должен быть не более тысячи. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы наше приложение не открывало слишком много файлов. Вот так. То есть обвешиваем наше рабочее приложение такими датчиками. Грубо говоря, загоняем его в такой коридор качества. И можно сделать так, чтобы каждый из этих прост-дампов он писал дампики, если происходит это событие, в определенную папку. Каждый в свою папку. То есть обвесив вот так вот такими показателями, мы по итогу, там, прогнав какой-то сценарий, можем просто пойти на файлосистем, посмотреть, какие дампы были созданы, в какой момент. То есть что было не так. Прикольно? По-моему, удобно. Хорошо. Мы научились снимать дампы. Как же нам извлечь информацию из дампа? То есть дамп – это просто бинарный файл в определенном формате. То есть сам по себе он бесполезен. И открою секрет, что все мы умеем и не раз делали такие анализы, которые нужны нам в анализе дампа. Потому что анализ дампа – это та же самая отладка, только в статике. То есть единственное отличие от классической отладки – это то, что мы не можем нажать, грубо говоря, F5 или go, мы не можем продолжить выполнение. То есть у нас есть слепок процесса, его потоков, его каких-то там еще вспомогательных дескрипторов и так далее. То есть все это можно открыть в дебагере и посмотреть. Для того, чтобы эффективно отлаживать, нам нужно три компонента. Это, собственно, непосредственно дамп-файл, это приложение, которое закрешилось, бинарник его, и отладочная информация, pdb-файл для Windows. Все эти три компонента подаются в отладчик, и в итоге мы можем отлаживать так же, как мы дебажимся. Принципиальный момент в том, что этот процесс можно автоматизировать. Для хардкорщиков настоящих они могут воспользоваться таким семейством debug help API, Windows API. Там полный набор функций для того, чтобы написать свой отладчик. Но это задача, скажем так, на человека годы скорее. Поэтому она находится за рамками нашего сегодняшнего разговора. Мы воспользуемся шорткатом таким и применим такую программу, как CDB. Еще Microsoft поставляет такой пакет, как debugging tools for Windows. Это набор отладчиков и вспомогательных инструментов для того, чтобы эффективно отлаживать приложение. И в Microsoft, кстати говоря, очень мало народу пользуется Visual Studio для отладки. WinDBG на порядке мощнее, чем Visual Studio. Она помогает делать гораздо более сложные вещи. И вот аналог WinDBG. Это CDB, отладчик командной строки. И можно сделать очень простую вещь. Можно его в опции ему передать все наши компоненты. Вот эти три компонента. Dumpfile, бинарник и символы отладочные. И попросить выполнить определенную команду. То есть вот в командную строку передается минус c. И вот здесь вот такое страшное выражение. Tilda звездочка k, точка запятой q. Tilda звездочка k, это команда, которая инструктирует CDB написать, задампить стеки всех потоков, которые есть в приложении. Q это выйти. То есть запускается CDB, он загружает все необходимые компоненты, выполняет команды, переданные в командную строку, dumpit output файл, анализе стек ст, и выходит. Запустили один батничек, получили уже такое полотенце со стеками, с которым можно работать на самом деле. Это уже, ну, не знаю, 50%, может быть, 80% того, что нужно для отладки. И, в общем-то, отладка, поиск проблем, она вся крутится вокруг стеков потоков. То есть, если мы поймем, какой из потоков вел себя неправильно, а обычно это ясно, обычно в верхних фреймах этого потока есть, в общем-то, та функция, которая вела себя не так. Ну, здесь вот out of range какой-то возник у меня красным подсвечен. Да, скажу еще, что если мы обладаем отладочной информацией, так сказать, private-отладочной информацией, которая включает в себя ссылки на исходники, то отлаживая, распечатывая стеки потоков, мы будем иметь прямо ссылку, ну, вот такой-то фрейм находился на такой-то линии такого-то исходника. То есть, это мгновенная отсылка к определенной строчке исходного файла. Ну, чувствуйте, насколько мощная эта штука. Окей. Мы научились снимать дампы, мы научились их анализировать. Как же теперь нам сделать систему нашей мечты, центр управления полетами, в которой бы стекалась информация от тех приложений, которые находятся, которые где-то летают. И предлагается, мы у себя применили такую схему. То есть, есть клиентская сторона. На клиентской стороне работают, это наша пара процессов, контроллер и работник. Ну, контроллер контролирует, работник работает. Все как обычно. Если возникает отклонение, контроллер снимает дамп со своего подопечного, складывает его на локальную файловую систему. Ну, здесь мы говорим о мини-дампах, потому что их достаточно, ими очень удобно оперировать. Окей. Дамп снят на локальную файловую систему, и потом он практически сразу загружается на сервер. Сервер, это может быть любой там сетевой протокол, это может быть FTP сервер, там, не знаю, webdav сервер, какой-нибудь сторич удаленный, любого типа. То есть дамп и вспомогательная информация нужная, которая может помочь для отладки, она загружается на сервер. И на сервере принципиальный момент вступает в работу такой процесс, как анализатор, супераналист. Что он делает? Ну, он делает примерно то же самое, только немножко сложнее, что было на предыдущем слайде. То есть он запускает с помощью отладчика команды строки, он прогоняет определенные паттерны анализа на этом дамп-файле, сохраняет эти результаты в базе данных. И когда у нас происходит какая-то критическая проблема, мы понимаем, что у нас какой-то новый крэш, или какой-то крэш очень частый, то нотифицируется, генерируется нотификация к эксперту, девопс-инженеру, суппорт-инженеру, разработчику. Тут уже все зависит от нашей фантазии. Ну, нотификация, естественно, может быть через любой транспорт, через e-mail, skype, мессенджер какой-нибудь, смс-ку, звонок и так далее. Facebook может написать. Ключевые фичи анализа. Основная и самое главное – это дедупликация. Дедупликация принципиально, потому что если мы работаем с большим количеством приложений, нам нужно… Мы не можем работать с каждым дампом индивидуально. Проблем, которые вызывают огромное количество крэшей, их не так много. Поэтому нам нужен механизм, как мы сгруппируем эти крэши, сгруппируем в проблемы, в схожие проблемы. То есть одна проблема может проявляться так, так, так и так. И нам нужно понять, что это одно и то же. Ну, здесь применяется достаточно простая техника. Это в фазе-мэчинг определенный. То есть берется стек закрэшившийся, из него там удаляются все офсеты, какие-то там фреймы. И если мы получили схожие с уже существующим стеком проблему, то мы просто плюсуем счетчик и говорим, что это еще одно воспроизведение той же самой проблемы. Почему там могут быть разные офсеты и все такое? Просто потому, что, ну, приложение запускается вот на таком количестве операционных систем. Там может быть разная битность. На 32-битной она выглядит так, на 64-битной немножко так. Поэтому нужен этот фазе-мэчинг и нужна эта группировка. Интеграция с системой issue-трекинга. То есть каждая уникальная проблема имеет ссылку на джиру. И в этой issue в джире мы отмечаем, на каких билдах происходил этот крэш, какое количество таких крэшей мы наблюдаем. И, в общем-то, с помощью нее мы отслеживаем тот момент, когда эта проблема будет зафикшена. Нотификации про новую или критичную проблему. Ну, о них я уже говорил. Очень удобная вещь. Я, например, получаю нотификации. Если происходят какие-то проблемы на платформе, то считанные минуты после проблем я получаю письмо сразу со стеками. Что пошло не так, я могу отреагировать. Анализ дампа по запросу пользователя. Тоже у нас очень активно прижилось. Активно используется, как ни странно, отделами QA и отделом суппорта. То есть мы сделали… То есть вся система имеет веб-интерфейс. Есть определенная страничка, куда ты можешь отослать свой дамп. И система проанализирует, сделает такую уникальную страничку с результатами анализа. Ну и заперсистирует ее. То есть, ну, можете себе представить, насколько принципиально разные use case, когда там QA инженер зовет. Слышь, Антон, у меня там что-то зависло, там, можешь посмотреть? Ну, это одно. Другое дело, вот здесь вот я снял дамп, я его загрузил. Вот ссылочка, пожалуйста, посмотри. И мне зачастую даже отладчик не нужно запускать. Мне достаточно того, что мне сделала система. То есть я смотрю на это. Ну, кроме того, что там могут быть также отсылки на уже существующие проблемы с помощью этого фази мейчинга. То есть такая очень удобная вещь, которая сильно разгружает девелоперов и передает работу девелоперов вот этой автоматизированной системе. Одним из ключевых моментов в построении такой системы аналитики является технология символ сервера от Microsoft. Это не что иное, как просто сторидж в удобном виде, сохранение всех пинарей и всей отладочной информации pdb файлов, всех битностей, приложений, версий, которые мы производим. Ну, то есть обычная система continuous integration, система сборки, она постфактум, как постбилд-евент может просто загружать винари и отладочные символы в определенный сервер. Это может быть просто шарит фолдер виндовый. И оно там раскладывается, там компрессится, раскладывается по папочкам. И отладчик потом может оперировать просто адресом символа сервера. То есть нам никогда не нужно бегать и искать, а где же отладочные символы от версии, которая была там полгода назад. Вот они и на символ сервера лежат. И отладчик их сам найдет, сам загрузит локально и будет их использовать. Ну, то есть здесь скриншотик, как на виндбг, как оно выглядит. То есть здесь у меня задан отладочный сервер нашей компании и отладочный сервер компании Microsoft. То есть на нашем сервере лежат private символы, а Microsoft в паблике, у Microsoft в паблике доступны только паблик символы. То есть там нет, естественно, отсылок на исходники. Но мы можем понять, там модуль, там kernel 32, мы увидим функцию, которая была вызвана в этот момент. То есть это помогает нам, скажем так, дает дополнительную информацию о том, что происходит не так в нашей программе. Потому что всегда наша программа взаимодействует в операционной системе Windows с другими библиотеками, входящими в Windows. Любая сколько-нибудь крупная компания, которая разработает сколько-нибудь крупное приложение, имеет подобную систему. Иначе мы не сможем работать на таком богатстве инвароментов. Ну, скажем, Windows, она называется Windows R-Reporting. Если вы видели когда-нибудь, когда приложение там Visual Studio или кто-нибудь другой при инсталляции спрашивает, а вы хотели бы поучаствовать там в улучшении Customer Experience? Ну, обычно не соглашаешься, но если соглашаешься, то что будет происходить? Скорее всего, оно будет отправлять дампы и служебную информацию о том, если что-то у вас закрешилось. То есть Mozilla Firefox имеет у себя Crash Reporter, который называется Mozilla Crash Reporter, как ни странно. Ну и Dr.Dump тоже такой сервис. Скажем так, это некоторый аналог вот этой аналитической системы. Ну, я приведу пример, чтобы было ощущение, как он выглядит. То есть вот здесь табличка. Одна строка таблички – это одна проблема. Там написан верхний фрейм того стека, который там был проблематичным. Количество крэшей, которое происходило в этой проблеме. В каком состоянии она находится. Ссылка на баг. Версии, в которой первая версия, последняя версия, в которой оно происходило. Ну и какие-то детали вот по стекам, по запросу предоставляются. То есть все предельно четко, все предельно ясно. Видно, перейдя там по ссылочке и вышью трекинг систему, можно понять, когда проблема была зафикшена или когда она будет пофикшена. Ну, можно, система открытая, можно зайти посмотреть. drdump.com Окей, все выглядит круто. Все выглядит достаточно громоздко. Но я бы хотел дать пару советов, которые вы можете сделать уже завтра. И это значительно упростит вам жизнь. И эти советы, они совсем простые. Они не требуют ни много усилий, никаких навыков программирования. Практически, наверное, не требуют нового железа. Первый совет – это настроить символ CRR. То есть сделать какую-то расшаренную папку у себя там в конторе или у себя прямо на машине ее сделать. И загружать в эту папку отладочную информацию из системы непрерывной сборки. И использовать этот символ сервер в ваших отладчиках. Visual Studio тоже умеет работать с символ сервером, так же, как и WinDBG. Вторая вещь – это написать скрипт или набор скриптов, которые бы позволяли мониторить возникающие проблемы. Вы помните скриншот с ProzDump, там, где он был обвешан большим количеством датчиков. Вот что-то подобное я рекомендую сделать. То есть, ну, можно написать баш-скрипт, в котором несколько там вызовов ProzDump'a и законфигурировать там ваше приложение и следить, чтобы оно не выходило там за границы потребления процессора, памяти, чтобы оно не крешилось. Поставить этот скрипт в автозагрузку и теперь, вместо того, чтобы просто тестировать ваше приложение, вы будете получать огромное количество очень ценной информации. Просто вот на этой же машине, там, в какой-нибудь специальной папочке, зашли в нее, и вы сразу увидели, а был ли у вас крэш, а было ли у вас потребление памяти завышенной, потребление процессора и так далее, и так далее. Ну, где это может быть полезно для нас, мы как разрабатывающие бэкапное приложение есть такое у нас в индустрии понятие, как бэкапное окно. Это тот интервал времени, в который мы должны успеть сделать daily backup. И этот интервал времени не должен быть слишком маленьким, потому что мы тогда в этом интервале съедим все ресурсы и не дадим продышать другим программам, которые работают на этой машине. Не должен быть слишком большим, ну, просто потому что, чтобы слишком долго тоже и не мешать никому работать. И, ну, собственно, мы должны успеть в какой-то разумный ночной промежуток времени. Вот это бэкапное окно, в том числе можно контролировать такими индикаторами с помощью ProStamp. То есть, что мы не будем выедать слишком много сети, чтобы, ну, потому что если мы бэкапим какой-нибудь сервер, то сеть нужна, например, там, базе данных или веб-серверу. То есть мы ставим какой-то лимит для себя, для того, чтобы для тех ресурсов, которые мы можем использовать для выполнения нашей задачи. И третья вещь – это напишите себе скрипт для анализа дамп-файлов. Опять же, я приводил командную строку из CDB. Можете написать на башен, на питончике, на чем угодно. Вызовите CDB, подайте ему на вход дамп-файл, символ сервер, выполните определенный набор команд, сложите их в файл. Все, вот из всех этих ваших сгенерированных в процессе работы файлов вы можете вот вообще без усилий с вашей стороны получить сразу анализы, которые разработчику понят. Какими мы инструментами пользовались для общества, которые сегодня упоминались, которые полезны в отладке и в разработке отладочных всяких инструментов. Дебаггинг tools for Windows. Основные отладчики там CDB, WinDBG. Ну, там также еще очень много всяких утилит, которые помогают работать с утечками памяти. Много-много-много с чем еще. WinDBG имеет расширенную систему плагинов. Можете добавлять плагины, можете разрабатывать свои. И поверьте, оно на порядок мощнее, чем Visual Studio. Им не так удобно пользоваться, определенно. Ведь юзабилити там очень плохое, оно хромает, но вынуждены пока что с этим мириться. В Майкрософте тоже знают и плюются, но пользуются. System Internals Tools Suite. Мы сегодня упоминали оттуда вопрос Dump и Process Explorer. Там также очень много других инструментов, но это тема отдельной дискуссии. Других инструментов, которые помогают разного рода траблшутинги. Траблшутинги. Google Breakpad. Это библиотечка, которая используется на клиенте для того, чтобы снимать дампы. Она кросс-платформенная. Мы сегодня говорили в основном о Windows, но ее можно использовать на других платформах. Для тех, кто хочет потяжелее, Breakpad основан на семействе Windows Debug Help API. Кто хочет, может посмотреть просто на набор этих функций. И Microsoft Symbol Server. Тоже ключевой компонент нашей системы. Окей. Какой же профит? Профит в том, что мы на очень ранних этапах разработки мы получаем принципиальную возможность понимать и отлавливать эти случаи, когда приложение ведет себя не так, как нужно. Мы получаем принципиальную возможность собирать эту информацию с наших кастомеров. То есть на таком богатстве платформ, которая используется кастомерами, если это сотни тысяч, миллионы инсталляций, ну никакая тестовая лаборатория нам этого не обеспечит. То есть это система обратной связи из продакшена к нам в центр управления полетами. В центре управления полетами мы можем… У нас есть с чем работать. У нас есть информация о том, что критично, что не критично, и когда мы на это должны среагировать. Может быть нам нужно срочно бежать выкладывать какой-то серый спак. А может нет. Вот у нас есть информация о том, как нам действовать. Ну и, собственно, собирая всю эту информацию, мы имеем показатели численные, вполне конкретные численные показатели качества определенных версий софта. То есть предыдущая версия была, в ней такой-то показатель, в новой такой-то. Это дополнительный, скажем так, мотиватор или демотиватор, релизится или не релизится, например, и насколько критично вообще ситуация может получиться. Ну и, собственно, ради чего все это? Ради улучшения стабильности. Ради повышения качества нашего ПО. Спасибо. У меня все. Может быть есть вопросы? Виктор Николаевичук, спасибо большое. Очень интересный доклад. Пару вопросов. По поводу кроссплатформенности. Вот вы упомянули этот Google Breakpad, да? Да. То есть там он позволяет, например, чтобы подключить библиотеку и при крэше, там, например, пользоваться в окно, собралась информация про environment, крэш-дамп, отправилась куда-то на почту, да? Ну, она только собирает. То есть там отправки нету. И скажу сразу, что, ну, мы концентрировались на операционной системе Windows, поэтому про остальные системы я вас проконсультировать не смогу, но могу посоветовать ребят, которые смогут. Спасибо. И второй вопрос. Вот там, где вы говорили, приходит на сервер информация, мы как-то ее там парсим, да? И вот эти скрипты анализации. А можно поподробнее, какие еще, ну, на ваше мнение стоит делать автоматические скрипты, кроме распаршивания стека, то есть какие там best practices? Ну, там на самом деле вот в WinDBG оно все автоматизируется с помощью команд. То есть вы, скажем так, ну, попробуйте разобрать там файл какой-нибудь вручную, да? Вы будете использовать определенные команды. Там где-то локальные переменные напечатаете, где-то, не знаю, стек, где-то там… Ну, в смысле, например, вы сами, вот какие часто команды, ну, что вы делаете автоматом, например… Да, автоматом нам достаточно распечатывания стеков потоков, ну, и, может быть, где-то локальных переменных. То есть там совсем несложная система. Спасибо. 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 Спасибо.